Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас понедельник, 24 января. Я предлагаю вашему вниманию полный формат обзора событий за прошедший уикенд и за сегодняшний день. Ну, те, кто смотрели короткий выпуск, наверное, поняли, что время было, эти три дня были достаточно насыщены. Но для меня эти события, в общем-то, начались где-то примерно неделю назад. Есть такой очень умный человек в Америке, которого зовут Роберт Гейтс. Прошу не путать с Биллом Гейтсом, хотя Билл и Роберт – это одно и то же имя. Так вот, Роберт Гейтс был министром обороны Соединенных Штатов Америки, а до этого он был директором ЦРУ. Вообще, я его считаю одним из умнейших людей в этой стране, стратегом, который всегда был на голову выше всех тех, вот в кабинете, где он работал, в одной администрации, в другой, он был на голову выше всех остальных. И если я к кому-то прислушаюсь особо, то это Роберт Гейтс. Итак, где-то неделю назад он опубликовал статью в Financial Times, которая звучала примерно так, в главной мысли, что Путин заигрался, и его ждет неминуемое поражение. И вот то, что произошло последние три дня, это как раз и свидетельствует о том, что Билл Гейтс, Роберт Гейтс – это действительно очень проницательный, я бы даже сказал, гениальный аналитик. Идея Гейтса состояла в том, что Путин своими безрассудными действиями, метаниями гопническими, он сплотил против себя все НАТО, которое было почти разбито в пух и прах Трампом. Он сплотил Евросоюз, G7, и теперь он остался один на один, уповая на надежду Китая, которая то ли она есть, то ли ее нет, но на настоящий момент это не Путин использует Китай, а Китай использует Путина. Но чем дальше, тем больше, видимо, убеждается, что это очень опасное занятие. С гопником лучше не связываться, с такими друзьями врагов не надо. Ну, теперь подробно. Итак, во время уикенда президент Байден провел совещание с двумя высшими должностными лицами, в смысле обороны, министром обороны Остиным и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Милли. Вообще, такие встречи, беседы обычно проводятся сначала министром, как правило, один на один докладывают президенту, так сказать, по стратегическому видению ситуации. А потом уже отдельно генерал Милли докладывает о деталях предстоящей операции, если такова планируется. На этот раз, для того, чтобы сократить время обсуждения и принятия решений и быстрее предпринять конкретные действия, они были вдвоем на этом совещании. И в ходе совещания было принято решение дать ответ Путину на те ультиматумы, которые от его имени выдвинул Ябков, представитель российского МИДа. Если вы помните, эти ультиматумы или требования были в основном в двух направлениях. Первое, НАТО должно собрать свои манатки, как говорили, заливались кремлевские пропагандисты, начиная с ноября месяца, и убираться к границам 97-го года. А второе, это значит неразмещение, непринятие Украины в НАТО и неразмещение там оружия. Ну, так вот, приняли решение в Белом доме ответить, не дожидаясь письменного ответа уже сейчас, ответить силовым или военно-техническим методом, как это называется в последнее время в Москве. В этой связи в понедельник, то есть сегодня, Столтенберг сделал соответствующее заявление о конкретных мерах по укреплению восточного фланга НАТО, то есть это фланг, НАТО вдоль западных границ России, которой так Россия не хотела, чтобы НАТО подвигалась. Причем надо отметить, что присутствие НАТО вот в этих странах, в Восточной Европе, до настоящего момента было чисто символическим. Там находилось где-то от трех до пяти тысяч военнослужащих в Прибалтике, в Польше, затем Болгарии, Румынии, чисто символически. Причем они находились там на ротационной основе техники. Там было вообще мизер какой-то, ну там как кот наплакал. И вот теперь сделали и приняли решение сделать то, чего Путин опасался больше всего, из-за чего весь этот сыр-бор он и заварил. То есть принято решение перебросить туда бронетехнику. Причем если раньше, когда мысль такая возникла, неплохо было бы, вот когда Путин там начал бряцать своими танковыми гусеницами, была мысль такая в Пентагоне, давайте туда бронетехнику перебросим. Ну сначала хотели легкую, так сказать, давайте машины Брэдлис. Ну теперь решили тяжелую бронетехнику. Затем увеличится численность контингента, в основном за счет британцев. Датские, Дания предоставит свои корабли, которые войдут в Балтийское море. Авианосовая группа Соединенных Штатов уже присутствует в Восточном Средиземноморье. И ракеты крылатые, которые размещены на борту трех эсминцев, входящих в состав этой группы, могут легко покрывать Крым. И вообще территорию вдоль, к северу от границ Украины. То есть как раз там, где размещены, где сейчас наблюдается концентрация российских войск. Ну и особо важно, что, я считаю, что Нидерланды перебросят в Восточную Европу два истребителя F-35. Казалось бы, это небольшое количество, всего два истребителя. Но в сочетании с бомбардировщиком B-2, а это вполне возможно произойдет уже на втором, на следующем этапе, в зависимости от поведения Кремля. Эти бомбардировщики находятся, как я им раньше говорил, на авиабазах, на авиабазе Португалии. Перебросить их в Восточную Европу два с половиной, три часа. Так вот, эти комбинации этих двух самолетов, F-35 и B-2, это орудия первого удара, которые предназначены для взламывания обороны противника, вот этих всех пресловутых С-400, С-500, американцы уверены, что они взламываются легко. И потом уже, при отсутствии уже обороны, которая будет ему уничтожена вот этими двумя самолетами, потом свободный коридор, что хочешь, то и делай. Вот такая ситуация. То есть, это ответ на первый ультиматум или требование Кремля. Причем, если сейчас там речь идет о том, чтобы увеличить эту группировку на 5 тысяч, примерно до 5 тысяч военнослужащих, то предусматривается еще второй вариант, который сейчас рассматривает президент Байден, о увеличении численности персонал до 50 тысяч, а это, я бы скажу, это очень много по натовским и американским понятиям, потому что они действуют эффективно. Малое количество солдат может решать, военнослужащих может, при наличии хорошей техники, эффективной техники, может решать очень крупные задачи. Так вот, предусматривается возможность увеличения личного состава до 50 тысяч и плюс увеличение военной техники, там, включая, возможно, Б-2. Ну и подводные лодки, оснащенные новейшими ядерными боеголовками театродействия. То есть, это не стратегические, а тактические ядерные боеголовки. Как раз то, что нужно. Кроме того, Великобритания объявила о создании Тройственного союза, оси. Лондон, Варшава, Киев. И с моей точки зрения, это гениальное решение. Слава Великобритании. Всегда там чувствуется наличие стратегов в стране, которая несколько десятилетий назад, до империи которой не заходило солнце. Сюда потенциально можно подключить еще три страны Прибалтики. Это будет такое мини-НАТО, в которое может войти Украина. Туда-то ее никто... Сейчас она войдет туда сразу, с момента образования этого мини-НАТО. Ну, а дальше эта мини-НАТО может плавно влиться уже в основное, так сказать, НАТО. При этом Ли Страсс, которая объявила создание этой геолиции, этой оси, она очень тепло отзывалась о украинцах и о украинской нации, гордые, независимые, свадолюбивые люди, и о их потенциально боевых возможностях и готовности сражаться за свою свободу и независимость. То есть, первый ответ Путин уже получил. Можно не ждать уже письменного разъяснения о Тони Блинкина. Второй ответ он тоже получил. Второй ультиматум, как вы помните, это было непринятие Украины в НАТО и неразмещение, даже бог с ним с НАТО, неразмещение там вооружений. Так вот, за последние несколько дней Британия поставила туда как минимум две тысячи противотанковых ракет. Через Соединенные Штаты, через страны Прибалтики поставляют, вернее, уже поставили за последние три дня свыше ста тонн другого летального оружия. Речь идет о джавелинах и стингерах, ну и другого оборудования. Таким образом, если вот посмотреть, проанализировать то оборудование, которое сейчас получила Россия, простите, Украина за последние буквально несколько дней, они кардинально меняют возможности, которые путинские вооруженные силы имели совсем недавно. Меняют в сторону их сужение, то есть, они сужаются, как шагреневая кожа. С учетом вот этих тысяч противотанковых ракет, которые сейчас имеются в Украине, удар путинских сил, там, танков, пехоты по земле, по суше, он становится не просто рискованным, он становится безумным, потому что понятно теперь, что такой удар, он сопровождался бы колоссальными, громадными потерями с обеих сторон, но, как известно, агрессор, то есть, нападающая сторона, несет, как правило, потери в три раза больше, чем обороняющаяся сторона. То есть, вторжение исключительно по суше становится слишком рискованным для режима Путина, который, я бы сказал, не совсем крепко стоит на ногах внутри своей собственной страны. Это та ситуация, когда маленькая война может превратиться в крупное поражение, то есть, проще говоря, в Цусиму. Остаются удары ракетами с территории Российской Федерации по объектам в Украине, или воздушные удары самолетов, опять-таки, из воздушного российского пространства по объектам в Украине. Но это будет тогда вероломная, наглая, открытая агрессия. Как помните, Молотов, 20 какого-то числа, по-моему, на второй день он выступил, без объявления войны, агрессор, нагл, вторгся, вот это и с этой песни. После которой, конечно, все тормоза в плане санкций против России будут сняты с Запада, и там речь уже будет идти не о 55 или 35 там человек будут объявлены, или будет отключен этот свет совсем, или чуть-чуть. Там речь будет идти о эмбарго, о эмбарго на экспорт из России того, за что живет Россия. То есть, страна будет полностью изолирована от цивилизованного мира. И надежды Путина, и его режима, который не питает на Китай, который, как они надеются, возьмет на себя это бремя, содержание России, когда она в результате понтов Путина, на нее обрушатся эти санкции. Вот Китай, он бросит все и будет содержать Россию. Странные люди в этом Кремле, я помню, воевали, воевали, вот была холодная война, развалились. В конце концов, потом 10 лет этого бывшего противника по холодной войне, американцы и натовцы кормили. И я не перестаю напоминать своим слушателям, что первое письмо, которое подписал Путин в 2000 году, когда его сделали президентом, было письмо к президенту США с просьбой увеличить продовольственную помощь России. Не начать, не продолжить, а увеличить. Кушать хотелось. Мало. В 2000 году. Вот. Поэтому, если Путин надеется, что теперь его товарищ Си будет кормить в следующие 10 лет, то я боюсь, что он очень будет расстроен, когда поймет, что это далеко не так. НАТО в понедельник заявило о приведении своих вооруженных сил в состояние боеготовности. Началась вот эта передислокация войск, о которой я говорил. Пока на начальном этапе подразумевается, в основном, передислокация тех войск НАТО, которые сейчас находятся в Западной Европе, в Восточную Европу. Ну, естественно, что им делать там? Что им делать в Парижах, в Испаниях? Пожалуйте, в Прибалтику, в Польшу, в Румынию и Болгарию. Теперь там вот основной рубеж НАТО. И, как я вам сказал, сейчас рассматривается конкретно, какие единицы вооружений, какое количество персонала, живой силы будет перебрасываться в ближайшее время, в ближайшие буквально недели. Все это будет решено в течение нескольких следующих дней. И президент Байден принят это окончательное решение. При этом американцы знают, что российские вооруженные силы, вот все учения, которые они до сих пор проводили, они тренировались в наступательных операциях. Они практически никогда не проводили учения по обеспечению контроля над захваченной уже территорией. То есть, грубо говоря, они рассчитывали, возможно, там танковыми клиньями вторгнуться в Украину. Ну, допустим, они дойдут до какого-то там города условного Н, но вот как удержать этот город Н, они никогда не тренировались, они не знают. То есть, после этого тактика Путина, Гопника, зашли, разрушили, нагадили, и надо тут же сматываться обратно. Но за это грянут все те санкции, которые были обещаны и объявлены. И тогда вся эта операция теряет всякий смысл. Вот почему я и говорю, что я очень сомневаюсь, что эта военная операция со стороны Путина состоится. Второй вопрос, который интересовал многих в конце прошлой недели, дай в начале этой, это вот история о том, просил ли товарищ Си товарища Пу в рамках Пуси пакта не осуществлять агрессию против Украины во время Олимпийских игр в Пекине. Ну, наверное, вы слышали заявление Захаровой, затем опровержение посольства Китая в Москве и, наконец, опровержение МИДа Китая о том, что ничего этого не было. Ничего не было из того, о чем якобы, то есть, якобы не было ничего из того, что было написано в... Это было в Блумберг, да, Блумберг об этом заявил. Значит, я прочитал эту статью. И хочу вам доложить следующее. Статья состоит из двух частей, вернее, два источника информации. Первое. Это резолюция, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН. Это драфт был. Проект резолюции, за которого проголосовали 2 декабря. Инициатором этого проекта был Китай. И этот проект реально поддержала Российская Федерация и Беларусь. Резолюция о предстоящих Олимпийских играх. Там много говорилось о том, что традиции Древней Греции, что спорт – это мир, и все войны, все враждебные действия прекращались. Спорт делает людей более толерантными, более доброжелательными друг с другом. Поэтому резолюция призывала отменить все враждебные действия за 7 дней до Олимпийских игр и за 7 дней после Олимпийских игр. Она также призывала к отказу от применения силы для решения споров. Призывала к мирному решению всевозможных споров в мире. И, в общем-то, она фактически для тех стран, которые за нее проголосовали, теперь делает невозможным совершение каких-либо агрессивных действий. Эта резолюция, понятно, нужна Китаю. Для Китая эти Олимпийские игры – это как для Путина были игры в Сочи. То есть, осенью в Китае предстоит съезд коммунистической партии, на которой товарищ Си хочет перезбраться на беспрецедентный третий срок. Да именно простота – на беспрецедентный третий срок. А на 20 лет он не хочет, товарищ Си. Интересно, как товарищ Пу. Ну вот, обстановка в Китае не такая простая сейчас. За последние полгода прирост волового национального продукта упал в два раза. Там масса проблем. Омикрон – это только один из них. Короче говоря, товарищу Си надо спокойствие. Решение экономических проблем, которые пока продолжают усугубляться. Американский и европейский рынок. Это помощь, товарища Си, надежда на улучшение экономической ситуации. Ну и Россия. Там выступал российский представитель, в обсуждении в прениях по этой резолюции, представитель Белоруссии. И оба они говорили поддержку, горячо ратовали, призывали поддержать эту резолюцию. Китай и Кремль давно уже координируют свои действия в ООН вообще и в Совете Безопасности в частности. И эта координация проходит отнюдь не на уровне товарища Небензи, представитель, яркий такой колоритный представитель Российской Федерации, который там заседает. Я вам даю сто процентов, что решение о координации по вот этой резолюции, учитывая ее важность для Китая, лично для товарища Ци, принималось, ну если не на уровне Си и Пу или Пу-Си, то минимум на уровне Лаврова и министра иностранных дел Китая, то есть на самом высоком уровне. Поэтому тут можно вот на этом остановиться и быть абсолютно уверенным, что само принятие этой резолюции свидетельствует о том, что Кремль, Путин пообещали китайцам, что не будут они ничего делать, никаких враждебных действий предпринимать за 7 дней до и вплоть до 7 дней после Олимпийских игр. Ну а дальше там будет видно, потому что Пу поедет к Си то ли 2-го, то ли 3-го февраля, буквально накануне открытия Олимпийских игр. Ну и там наверняка поднимет вопрос, не поможет ли Китай, не захочет ли Китай взять на содержание Россию, если на нее обнарушатся эти санкции. Я думаю, что ответ товарища Ци, товарищу Пу, будет уклончивым. Не пошел бы ты, товарищ Пу, лесом, потому что товарища Ци очень много собственных экономических проблем. И вообще, у меня вот такое впечатление, что в последнее время с активизацией вот этих гопнических вывертов, я бы сказал, даже товарища Пу, товарищ Си должен пребывать в какое-то состояние растущей озабоченности, потому что он должен понимать, что с такими друзьями, вернее, все с большей ясностью, понимать, что с такими друзьями, как товарищ Пу, врагов не надо. С Китая, так по большому счету, он всегда, до сих пор был миролюбивой державой. Они всегда предпочитали делать 1001 или 101 китайское предупреждение, нежели применять силу, так по большому счету, по сравнению с другими странами. Вот. И Китай силен своей экономикой. Сейчас они действительно рванули и в науке, и в обороне, и везде. И последнее, что ему нужно, это вот встревать вот эти гопнические разборки, которые нацелены только на одно, вернее, имеют две цели, вот Пу. Кстати, эти цели все больше становятся ясными западным аналитикам и политикам, которые раньше пребывали как-то так вот в неведении. Не могли там Путин-Ферштейн, а может там какие-то стратегические идеи о Советском Союзе и так далее. Нет. Это переизбрание на 24-й год Путина. А второе, вот чувак хочет, чтобы его уважали. Вот он просит, чтобы его уважали. И, кстати, до сих пор появляется время от времени, вот их можно вычислять. В ФБР не надо проводить никакие операции. Достаточно, вот, если появляются сейчас очень редкие статьи в американской печати, типа Путин-Ферштейн, все, это вот Кремлевская консерва. Тут вот недавно я прочитал в Лос-Анджелес Таймс, пишет один аналитик, что, собственно говоря, да, а ему вторит вот этот уволенный, недавно уволенный главнокомандующий или командующий военно-морским флотом Германии. Ведь, я не знаю, вы читали или нет его Филиппику в адрес Путина, типа, он же немного просит Путин, ему же надо всего-навсего уважение, ну, давайте окажем ему уважение, и все будет нормально. Вот я прочитал это, у меня такое впечатление, я вот вспомнил эпизод из фильма «Подвиг разведчика», где советский разведчик говорит немецкому разведчику, как разведчик разведчик, я вам скажу, что вы болван Штюбинг. Так вот, такой же бывший командующий военно-морским флотом Германии, который не понимает, что оказывать, демонстрировать, когда Гопник или Шариков требует от тебя уважения, последнее что-то, ты будешь последним болваном, если это уважение окажешь, потому что после первого раза он потребует второй, после второго – третье, и каждый раз это требование все будет более наглым и безрассудным. Шариковым нужно сразу поступать жестко, иначе, иначе это просто будет потраченное время, после которого в конце концов придется решить вопрос радикально, как решил этот доктор Барменталь. Ну вот, значит, по поводу, все понятно по поводу Китая. Однозначно Китай сказал Пу, чтобы он не предпринимал никаких враждебных действий против Украины. Но, то есть, это до конца февраля, в это время НАТО укрепил свой фланг и Украину, вооруженные силы Украины в достаточной степени, чтобы товарищ Пу, 10 раз подумав, прежде чем совершать безумные поступки. Ну и для того, чтобы послать в соответствующий месседж товарищу Си, чтобы он, в общем, когда встретится с Путиным в Пекине, чтобы он это имел в виду, значит, американцы послали две авианосные группы, которые сегодня, в понедельник, зашли в Южно-Китайское море. Они должны пройти вдоль островов, которые захватил Китай, силой захватил и провозгласил над ними свой суверенитет, и потом пройти сквозь Тайваньский пролив, это то, что опять бесит Китай. Накануне, значит, одна из этих авианосных групп провела учение неподалеку от Филиппин, закончили и теперь идут туда. Накануне, это буквально было в субботу и в воскресенье, Тайвань заявил о том, что 39 раз, 39 самолетов Китая вошли в воздушную зону, так называемую воздушную зону идентификации. То есть, это не воздушное пространство, когда вот пишут иногда в российские средства массовой информации, что китайцы, там как-то, самолетов в таком-то количестве вошли в воздушное пространство Китая, Тайваня. Нет, они не входят в воздушное пространство Тайваня, они входят в зону идентификации Тайваня, в воздушную зону идентификации Тайваня, но это немножко дальше, чем воздушное пространство, то есть там, где, когда там появляются китайские самолеты, это уже все, это считается опасным. Ну вот, значит, американцы продолжают там наращивать свое присутствие, ну и надежды, что сил Соединенных Штатов не хватит для действий на двух театрах. Многих российских, в том числе очень толковых экспертов, глубоких экспертов, даже их надежды на это пока несостоятельны. Почему? Потому что товарищ Пу, повторяю, он сделал гениальное. То, что его баллонка Доналд Трамп успешно делал в течение четырех лет, то есть он разрушал НАТО, сейчас Пу его все это восстановил, он сплотил всю Западную Европу. НАТО, ЕС, G7, к ним туда же G7, все это сплотил вокруг Соединенных Штатов, и теперь Соединенные Штаты в Европе, Америка уже не одна. Там и Британия, там другие страны НАТО. Ну вот, а там, там, там тоже те, это само АУКУС, затем КВАД и другие союзы, которые создали Соединенные Штаты в Индо-Тихоокеанском регионе. Вот, я думаю, что это доходит медленно, но доходит до соответствующих ушей и умов в Москве, в Кремле. Уныние там нарастает. Я вот наблюдал совсем недавно, но иногда приходится, знаете, для того, чтобы вам делиться какую-то информацию с вами, аналитической информацией, приходится слушать враждебные голоса кремлевские, хотя это вредно влияет на мою нервную систему, скажу вам откровенно. Ну и недавно, совсем вот на днях заметил, как один экземпляр, который регулярно бывает на сборище у мадам Скоробеевой, который представляется полковник Коротченко, моливал там карты и показывал, как Россия будет разваливать восточный фланг НАТО. Эта идея состояла в том, чтобы сначала Россия захватывает остров Готланд, затем устанавливает там систему ПВО, С-400, затем объявляется закрытое небо для стран НАТО над Прибалтикой, затем в Сувалский коридор вводятся российские войска, а это полоска, которая разделяет Польшу и Прибалтику. И таким образом Прибалтика становится отрезанной от сухопутной границы со странами НАТО. И оказание содействия, в том числе поставки туда чего-нибудь, становятся в значительной степени затруднены, и после этого, значит, станы Прибалтики становятся лёгкими добычами. Я вот смотрел на это и был, ну, просто в шоке. Это же, ну, какое гопническое, какой балаган просто. Ну, сам Коротченко. Кстати, я рассказал об этом в своём коротком формате. После этого пошло, мне прислали то ли в Фейсбуке, то ли в Твиттере, прислали мне. Кто-то там пишет, что офицер, бывший офицер КГБ, Швец, заявил, что липовый или ряженый полковник Коротченко, на самом деле, и тут использовано очень такое жёсткое слово, хотя оно медицинского характера, но его использовали ещё со времён Древней Греции, оттуда оно, кстати, и пошло, и что он был уволен из рядов вооружённых сил за мужеложество, этот самый Коротченко, и поэтому он применили этот термин против него, вот, я хочу поправить, я не применял этих слов, не употреблял в адрес Коротченко, и насчёт его мужеложества я не знаю, ничего не говорил, но в 90-е годы это был как бы секрет поле Шинеля, что он был выгнан в самом начале 90-х, или в конце 80-х, в начале 90-х, он был с позором изгнан из рядов вооружённых сил Советского Союза за действия, поведение, несовместимое со званием офицера Советской Армии, вот, потом во времена безвремения, если можно так сказать, где всё покупалось, продавалось, он каким-то образом купил себе обратно место, вернее, звание, повысил себя до полковника, в 90-е годы он подрабатывал на освещении журналистам, освещая деятельность руководителя Росвооружения, которое в то время занималось распродажей всего арсенала, которое осталось после Советской Армии, то есть, страну вооружённые силы деребанили, а Коротченко он прославлял тех, которые деребанили, рассказывал, какие они профессионалы, какие великолепные сделки во славу Советского Союза не заключают, ну, вот так вот, был придворным борзописцем, ну, вот, то есть, это паркетный так называемый офицер, который, в общем, он даже на паркете уже не был с конца 80-х годов, даже паркетным офицером он не был, но за предыдущее время службы он даже взводом не командовал, и теперь он на голубом экране на одной из самых главных пропагандистских телевизионных передачах Кремля, вот, показывает эти карты, как в своё время, вот, летом пугал украинцев и ларионов, показывая такие же карты, вот, ну, то есть, это одно и то же активное мероприятие, но балаган настолько дешёвый, который, вот, лично мне, вместо того, чтобы, значит, показать, какие страшные планы у Кремля, на что он способен, он показывает, что они ни на что не способны, это вот просто гопники какие-то, отморозки, которые вот начали, нагадили, и теперь не знают, как из этого выпутаться, и становятся они, вот, что не придумают, всё глупее и глупее, там меня вот тоже спрашивают, что я думаю по поводу Хазина, вот они как-то так, ну, во всяком случае, идеологически, что ли, в дуэте выступает Хазин и этот Коротченко, хотя на разных площадках, Хазин, Хазин, значит, последнее время, он мне напоминает некого профессора Панарина, который после 2014 года, он часто появлялся во всех утюгах Российской Федерации, где он рассказывал, что буквально в течение года Калифорния отсоединится от Соединённых Штатов Америки, объявит о независимости, и доллар рухнет, ну, прошёл год, ни то, ни другое, естественно, не случилось, потому что не могло случиться никогда, это был идиотизм, то, что он говорил, и он как-то так залёг, он исчез из всех утюгов, а сейчас обратно, обратно появился, вот, и опять там чего рассказывают, опять что-то там будет где-то, опять конец Америки, Так вот, Хазин, значит, Хазин предвещает, что если Россия будет отрезана от западной финансовой системы, то есть, этой финансовой системе будут кранты, то есть, если великая экономика, которая составляет полтора процента от мирового ВВП, если её отрезать, то конец всей системе, и Хазин понимает, что это была бы безумная постановка вопроса, да, то есть, одна Россия, поэтому, значит, Россия великую, Путин проводит великую комбинацию, он подключает, Путин, Россия, подключает к себе Китай, то есть, не Китай-Путин, а Путин подключает к себе Китай, а теперь ещё и Индию, смертельного врага Китая, и вот теперь образуется триумвират, и если Россию отключают от западной финансовой системы, то в знак солидарности от неё отключается и Китай, и Индия, и тогда точно кранты всей долларовой финансовой системы. Ну, вот, я помню, один из фильмов советских, там показывалось, была показана «Жизнь в Одессе» времён Мишки Япончика, и там был такой куплетист Буба Касторский, так вот, вот слушая Хазина, я представляю себе Бубу Касторского, Хазин – это Буба Касторский Российской современной аналитики. Толлинг газеты не читает, что Индия входит в Куат, это та организация, которая сейчас против Китая, Соединённые Штаты, или они воссоздали, она уже давно существует, возродили этот блок, куда же и Япония входит, для противодействия Китая. Хазинар не знает, что между Китаем и Индией страшные территориальные, у Китая страшные, территориальные претензии, что там недавно стычки, столкновения были, люди гибли с одной и с другой стороны. Он не знает, что трёхдневный визит Путина несколько месяцев назад в Китай был полным провалом, что там ничего не было фактически достигнуто, там было продано С-400, о чём был подписан договор ещё несколько лет назад. Что на самом деле, единственное, что Индию держит, это 75% у неё в российской, советской ещё, военной техники, поэтому надо запасные части. Но она уже отошла, всё, теперь она в будущем уже, она уже в союзе и экономически, и технологически с Соединёнными Штатами. Хазин этого ничего не знает, поэтому он продолжает вещать о конце, значит, финансовой системы. Интересную статью я сегодня прочёл. Адмирал Ставридис, это бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе, назначали его на эту должность в 2006 году. Речь в этой статье шла о возможной пугалке Кремля, очередной пугалке, которым вот сейчас размахивают на всех этих телешоу, которых я сейчас упоминал. То есть, речь идёт о том, что, что сделает Россия, если она будет послана. Но она уже фактически послана, теперь ещё, они хотят об этом послать, почитать в бумаге, скоро прочитают. Что делает Россия? Значит, я лично вижу, товарищ Пур сделает драматическое заявление, что мир на грани войны. Ну, прямо осень 62-го. И потребует личной встречи с товарищем, с господином Байденом. Вот не стоит, категорически не стоит соглашаться, если Путин это предложит. А второй вариант, говорили, кремлёвские пропагандисты и даже специалисты, разные варианты. Вариант Куба, Никарагуа, Венесуэла. Так вот, генерал Ставридис обсуждал, то есть, адмирал обсуждал перспективы появления там российских вооружений и инфраструктуры военной в этих трёх странах. Ну, во-первых, никто из этих трёх стран, так по большому счёту, не дал ещё своё согласие, и я очень сомневаюсь, что они с радостью это согласие дадут. Особенно Куба, которую кинул Хрущёв, который после этого кризиса, который был урегулирован, быстренько забирал эти ракеты, в попыхах даже не поставил в известность об этом Фиделя Кастро. Кубинцы до сих пор, я уверен, помнят эту историю. А Советскому Союзу они это не простили до последнего дня существования Советского Союза. Так вот, значит, что пишет Ставридис? О том, что если там появятся любые корабли российские, самолёты, он говорит, это можно так вот пожать плечами и забыть это тут же. Он разговаривал с главнокомандующим Южного, кстати, сам Ставридис в своё время командовал, это называется Южное командование Соединённых Штатов, которое покрывает всю Америку, весь американский континент. И вот сейчас он разговаривал с нынешним командующим штаб-квартира, которая находится в Майами, и тот ему сказал, ради бога, ну, во-первых, ну, притащат они сюда два бомбардировщика, ну, притащат они сюда несколько кораблей. Ну, были уже такие, самолёты садились в Эдесуэлу, корабли. Для нас, говорит, это пыль. Наоборот, это обойдётся России в такие деньги, что пусть они, пусть, пусть, мы даже должны поощрять, это ударит по их бюджету, по их карману, пусть играются. Нас, сказал генерал, волнует только одно, если там появятся ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Но даже в этом случае, он говорит, мы, то есть, мы не поставим мир на грани ядерной войны, как это было осенью 62-го года. Мы ответим симметрично. Если они притащат ракеты сюда, эти ракеты смогут подкрыть какую-то часть, южную часть Соединённых Штатов Америки, ну, даже не доходя до Вашингтона, как он считает, и Нью-Йорка. Остальная часть, она будет не покрыта. Значит, но мы, говорит адмирал, мы должны в отместку развернуть свои ракеты на восточном фланге НАТО с подлётным временем до Кремля 5-7 минут. И адмирал абсолютно прав, потому что я же работал тогда во внешней разведке, и я это всё видел изнутри. Тогда же всё ввелись переговоры, когда с одной стороны советские ракеты СС-20 были развернуты, с другой стороны першинки, и с Кремля началась эта история, за что вы нас обижаете, за что же вы нас поставили под такую угрозу, давайте убираться, там, и так далее. Вот. Кремлёвские сидельцы тогда, они пришли в течение ночи в нормальное состояние, из-за идиотов, они превратились в нормально всё понимающих людей, как только поняли, что американские ракеты до них лететь там 10 минут, а сейчас ещё меньше будет. То есть, как только появятся американские гиперзвуковые ракеты на восточном фланге НАТО, всё, это будет конец, полностью конец и с лития воды путинского режима. Я надеюсь, что Путин это понимает, но и в Пентагоне считает, что Путин это понимает, значит, они уверены в этом, да и он должен понимать, и я тоже так думаю. Вот. Поэтому представитель Пентагона считает, что всё это пугалки, ну, пригонят один бомбардировщик, они, ну, посидит он там, улетит обратно, авианосец там или корабль типа Кузи, пригонят, обратно угонят. Это, как говорят, как говорят морякопыль, то есть, она не представляет совершенно никакой угрозы. Таким образом, вот так получается, что как ни крути, а пугать Путину, ежа Путину напугать нечем, кроме, ну, известно, чем. Поэтому для меня самое интересное, как он построит теперь отход. И у меня такое впечатление, что он это не планировал. Было всё рассчитано на русское гопническое авось. Вот, что я бы хотел рассказать на сегодняшний день, последние новости. Если вы заметили, по многочисленным просьбам, я бы даже сказал требованиям зрителей, слушателей, я приобрёл для вас микрофон. Это, так сказать, state of the art, то есть, чудо техники, которые имеются на американском рынке. Лучше микрофон только для Аллы Пугачёвой или для Бионсе. Это студийный, так сказать, хотя и этот студийный. Надеюсь, что теперь претензий не будет, звук будет хороший. То есть, технически я совершенствую свою работу для того, чтобы прослушивание этих передач для вас было максимально комфортным. Ну и пожелаю вам всего хорошего. Хорошего настроения, это очень важно. Здоровья, успехов, счастья, удачи. Это очень важно. И до новых встреч.